Важное заявление, из-за коронавируса развертывания С-400, купленных Турцией у России, отложено, Ениакит, Турция Ениакит, Турция 22 апреля 2020 года Утверждается, что активация зенитной ракетной системы С-400, приобретенной Турцией у России, откладывается из-за вспышки смертельного коронавируса Установку С-400 планировалось завершить в апреле 2020 года О шагах назад речи не идет, просто отсрочка Как сообщает рейтер в статье под заголовком «Коронавирус приостановил противостояние между Турцией и США на почве ракет» Турецкий чиновник заявил, что Турция не отступится от решения активировать С-400, но запланированное на апрель приведение систем в готовность откладывается Чиновник отметил, что задержка может занять несколько месяцев В публикации рейтер также сообщается, что Министерство национальной обороны Турции не сделало заявление на этот счет Между США и Турцией возник кризис из-за С-400 Закупка зенитной ракетной системы С-400 у России вызвала кризис в отношениях США и Турции Белый дом требует не вводить в строй С-400, а Анкара говорит, что системы будут установлены Комментарии читателей Дьявол восприятие равно рейтер Рейтер, дьявол, формирующий ложное восприятие Исмаил, мы ждем С-500 Тозер, я думаю, что установка С-400 отложена навсегда Попомните мои слова Наши миллиарды долларов останутся гнить в ангарах Дай бог, я ошибаюсь Абдрахман, мне не понравилась новость Каждое дело нужно так или иначе своевременно доводить до конца Особенно когда это так необходимо для безопасности Турецкой Республики Агадай, системы должны были быть активированы в апреле Если этого не будет, тогда пусть вернут наши 2 миллиарда долларов Исмаил, у меня скромная просьба к нашему уважаемому Министерству национальной обороны Когда сборка С-400 будет завершена Их обязательно нужно опробовать на предмет действия Дальности, потому что России нельзя доверять Если не проверить, то и не поймешь Насколько это хороший или плохой товар Чтобы не потерпеть фиаско Когда системы понадобятся МИД Хатост Коронавирус не смертелен СМИ продолжают нагнетать страх Если бы он действительно был смертелен То к настоящему моменту погибло бы уже 3 Турции Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ И не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!